От остальных участников они отличаются. Не каждый коллектив выберет академическую манеру исполнения, а хор из Лыского поет только так. Все дело в руководителе. Ольга Новожилова занимается с ними с 97-го года, и создавать академический хор, основанный на традициях многовекового опыта оперного и камерного жанров, было непросто. Ведь принято считать, если сельский коллектив, значит обязательно народники, а она взяла и сломала стереотипы. Всякое было, приходилось ломать, но многие хотели гармошку петь, чуть ли не это. Но так как я академист, я это умею, значит я им сказал, буду делать это. И в принципе у меня остались те, которым нравится. Они так ответственно готовились, подбирали репертуары, костюмы. Что такое напряженный график, выдержали не все. У нас 19 человек в нашем хоре. Но сегодня двое, к сожалению, не смогли приехать до эпидемии гриппа идет частично. Мы за них, каждые два голоса. В финал областного фестиваля вышли 9 коллективов. Всего в отборочном этапе приняли участие 56 хоров, которые базируются на районных и городских отделениях Всероссийского общества инвалидов. Это более тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья. Но этого про них не скажешь. Есть такая международная премия «Филантроп». Она раз в два года подводится. Последний раз было 84 страны участвовали. Так вот у нас почти три раза подряд наши участники из Нижнего Новгорода, они занимают первые места. Это вот отсюда идет все. Фестиваль проходит в связи с 30-летием Всероссийского общества инвалидов. Все победители и призеры будут награждены дипломами и денежными призами. Но для участников главное – выйти на сцену на таком масштабном событии. Алифтина Батурина, Алексей Завылов, Объективно, ННТВ.